Вот, естественно, какие-то выгодные проценты. Российский кредит, он был самый крупный для этой кроицы, который сегодня решен с лицензией, он был на 45-м месте. И вот для меня лично вопрос очень удивительный, потому что после кризиса 2008 года, после всех последних перетурбаций, турбулентностей, как правило, Центробанк очень внимательно следит за тем, что происходит в топ-100 банках. А тут вылетел банк из топ-50. И мы сегодня задавали вопрос, а как же так получилось? Почему не уследил регулятор за тем, что сейчас нужно из-за средств агентства страхования вкладов возмещать около 60 миллиардов вкладчикам? Это опять за казенный счет мы. 5 миллиардов долларов... Павел, ну это не совсем казенный счет, там еще есть взносы банков. Нет, в основном взносы банков. Ну, сейчас... Сейчас, к сожалению, не придется за счет Центробанка. Хорошо, за счет государства давайте так за наш с вами счет. Потому что, хотя банкиры говорят о том, что это наши деньги, наши отчисления, это отчисления, в том числе, да, которые приносят физические лица, то есть мы с ними. Ну, я просто утрированно говорю, что это государство, это по сути, это же не пришли к нему на помощь коллеги. Это приходит все равно ведомство, учреждение, которое созданное государством, которое управляется через государство. И то-то для меня была загадка, как так такой крупный банк проморгать. Более того, сегодня господин Сухов, зам. ЦБ, сказал, что уже вычислили, какая дыра была в банке российский кредит. Дыра 50 миллиардов рублей. 50 миллиардов. А что такое дыра? Не заметили дыра? Дыра, то есть это отрицательный баланс. То есть не сходятся, скажем так, активы и пассивы. То есть, что такое дыра, да, ну, что это означает? Например, некоторые активы, они существуют только на бумаге. Либо их балансовая стоимость, завышенный актив, в данном случае, в банковском случае, это кредит. Либо, ну, по сути, выдавал банк кредит у там Филькина грамота, которая на этой Филькиной грамоте только существовала. Считается как актив, то есть эти деньги, возможно, можно вернуть, но ЦБ выясняет, что этой компании не существовало. То есть, нуляк, который, например, был выдан, он утерян без возврата. Плюс еще история.